Здравствуйте, друзья! Мы снова вместе. Не знаю я иметь какую-то роль этот фильм. Сейчас мы решим вместе. Дело в том, что мой брат двоюродный, Юрий Владимирович Железов, взялся и посчитал, сколько фильмов я сделал за свою жизнь. С помощью друзей, которые их оформляли, музыку добавляли, делали красивыми, нарядными эти фильмы. Вот. Оказалось, полторы тысячи. Но если это 1501, нужен ли он? И вот я подумал, меня окружает в этой жизни в Саиногорске и во всей России, и даже за пределами России много уникальных людей. А давайте я буду еще и с ними вас знакомить. Это будет не 1501 фильм, а может быть 20 или 30. Я много рассказывал о друзей. Ну вот представляете, недавно погиб, умер Боднар Борис Осич. Вот. Уникальнейшая личность. Но о ней я уже в фильме снял, не один. Вот. Сейчас в тяжелом положении, в реанимации лежит Латинко Юрий Алексеевич Селябинска. Второй и последний сад, равный моему. Вот. На всю Россию. Извините за нескромность. Вот. Есть уникальные люди, не профессионалы. Если я, этот самый, фермер на пенсии, то, хотя какая-то пенсия, в 71-й год, а я все-таки остановиться не могу. Вот. Все-таки есть еще уникальные люди и вокруг меня, и во всей России. И у меня самое главное, это то, что я с ними дружу и горжусь этим. Так вот, после этого длинного выступления, перед нами Чернобаев Леонид Дмитриевич. Он художник. Он просто посадил любительский сад. Ну как посадил? А что ему? Приехал ко мне красных утра, или напрямую, через не все километров, 15. Вот. Выбрал штучки 30 в разное время черенков, в случае у Российского сада. Вот. Превать умеет художник же. Я вам картины его покажу дальше. И вот результат. Теперь он из любителей, выходит на первой роли во всей России. И, извините, господа ученые, вот, а когда-то вы остановились, передрались и сказались сами себе, убедили, будем скрещивать, будем выращивать. А это каждый раз и семян, и эта песня хороша, начиная с начала и последнего достижения уральских ученых. 30 лет, растили, растили, привали, селекционировали, получили 30-граммовую китайскую сливу, которых у нас их тысячи. Вот. Ну а теперь сравниваем. Итак, Чернобаев. Вот. Ну, то, что это шуточное, вы понимаете, он приехал с рыбалки. Вот он еще и рыбак, любитель. Ну, окунями угощает. Так вот, пошли смотреть, что здесь написано. Качественный сад Сиреногольский. Я в Чужинском районе, как-то, этого, шутка была, я на том, как я деревню никого не трогаю, а он на этом. У меня там лучше сад, а у него здесь лучше сад. Ну, почему он лучше? Сортов 30 взяты у меня, в виде черенков, и персики в виде саженцев. Дальше смотрите сами. Вот. Где-то я буду комментирую, где-то пропускать. Небольшой сад, обычный, приусадебный. Вот. Скромненькие абрикосики. Вот они. Этот сорт называется Бай. Вот. Груши. Он у меня больше 10 сортов, только груш забрал. Вот. И получились такие чудеса. Все абсолютно сладкие. Вот это горе наше. Это, когда был сильно огромный урожай, черенок он взял у меня, вырастил академика. Там где-то на 8-летнем, 9-летнем дереве было ведер 10-15, а потом кому столько надо, портились, газон портили. Ну, он же художник. Он взял это дерево, спилил. Я еще говорил, если... Эта наука должна была табличку повесить. Наука. Хозяину не подходить. А если спилить, то это... 10 лет без права переписки. Горькое было это, но все-таки спилил. Вот. Ну, у нее и без этого добра хватает. Моя Вишня Жуковская переехала к нему. Она с юга Украины. Вот. Вкуснейшая. Есть можно гостями. К этим... Как это называется? Винограду я отношения не имею. Это вот... Видите, я тут бессистемно все это. Листаю так, как он мне прислал папочку. Такие листаю. Я все это знаю. Я это все в этом саду. Я свой человек. Я же... Мы же как называемся? Сад, дублер, железов, тире, чернобаевы. Никто не обижается. Темно-синюю. Я ниже покажу венгерку. Привил на абрикос и получил вот это чудо. Вот вам и темно-синяя. Слаще, крупнее и розовее. Вот это... А его достижения... Вот. Он взял мою венгерку темно-синюю, привил на абрикос, на культурный абрикос. То ли на королевку, то ли на бай. Получил такой результат. Ну, сейчас я у него взял черенки. Он у меня, а теперь я у него. Вот. Интерес, сохраню я или не сохраню? Если сохраню вот этот цвет, всю красоту, вегетеринги, в результате, существует. А если не сохраню, значит, это случайно уродство. Где-то гены заблудились, как в лесу заблуждаются. Вот. А теперь все станет на место. Ну, подождем год-два. Может, и вам это интересно будет. Вот. Снова виноград, к которому я не имею отношения. Ну, художник есть художник. Видите, какой красивый натюрморт. А вот еще один. Вот. Ну, что делать? Кстати, вот эти вот груши, это... Они примерно 400 грамм. Вот. Еще не самые крупные. Вот они опять 400 грамм. Но рекорд был, в его саду был 540 грамм груши. Это опять черенок от Железова. Я от Мараховской, из Москвы. Вот так мы народной селекцией двигаем. Сладость необыкновенная. И при том полукилограммовая. А вот и этот самый, венгерка классическая. Это от меня. Я с Украины, он у меня. Вот. Когда мне говорят, да вы приехали Железовно готовые. Ха-ха. Эх, сколько грязи вылета. А зачем? Нет места, чтобы сказать, Константинович, поделись с Ленком. Вот. Возделывание сада дает нам живую причастность к самым великим тайным мирозданиям. Сколько я в саду открыл этих самых... Открытий мировых значений, я Железов. Происхождение жизни на Земле. Происхождение культурных деревьев на Земле. Не из диких, нет. Вот. И вдруг я читаю. Это оказывается не я, а Томас Г.Б.Б.Ри. Вот эту вот прекрасную цитату сделал. Вот. Ну а дальше это можете читать, а можете не читать. Это потом. Можете еще раз вернуться к этому фильму и прочитать. Вот. Вот я скажу только одно. Пятая категория пенсионеров. Грустно. Это деревья, умирающие стоя. Кстати, моя мечта старого, этого самого кадра, как сказать, садовода, умереть в саду. Просто однажды под дерево лечь и умереть. Это не грустно. Я мечтаю об этом. Как же можно мечтать и грустно. Вот. Сейчас листаем дальше. Вот. Листаем дальше. Цитировать буду самое интересное. Не думая о тарифах с высока. Это грустная тема. Четыре копейки. Тарифы на электроэнергию. Вот. Были времена. Тоже грустная тема. Но водка была противная, честно говоря. Но зато дешевая. Советский пломбир. Ой. Я его ел по пять стаканчиков за раз. Это было. Сейчас они какие-то странные. Это же как пиво, теперь не пиво. И мороженое сейчас не мороженое. Нас приучили к раздаться. 70-е годы. Ну, извините, я не ставлю то, что есть. Я не выбирал и не стирал. Вот. Такими мы были. Советский лимонад. Ой, как он был вкусный. А сейчас. Ее уже надо срочно в помойку вылить. Все, что в магазинах. Все это в помойку. Гробят детей. Себя. Что творится. Кефир тоже был настоящий. Кстати, да. Мы хлеб посыпали сахаром. И все. И были сыты. Закуски. 5 копеек. 13 копеек. 8 копеек. О, что было. А вот и этот. Спасибо вам, дорогой Лиза. Наш счастливый детство в СССР. Правильно. Вот. По крайней мере. Может, много пили, но и другим давали жить. Так. Кстати, сейчас во двор никто не выходит. Как это есть. Сейчас дети превращаются в Маугли. Самая тертая валюта. Ах, красота какая. Вот. Продмак. Семьдесятые годы. Да. И это было. Ну, я по Норильску знаю. Все было. Азовское море. Осетры. Угробили. Никому нахрен не надо это. Вот. Это были наши чупа-чупсы. Вот. Плохо же встать. Видели, воду пили. Никакого коронавируса. Пьет бубликом за 5 копеек. Извините, ностальгию вас вгоняю. Но это не я. Это художник. Почему он именно в этой папке держит такое? Ну, вот это уже фотография из леса. Наверное, красивый лес считается. Это, это, это усы, это дикое. Ну, вернее, так. Наоборот, это усы, это сибирка. Она называется официально сибирская ягодная ягодка. Нет. Ягодная яблоня сибирка. Но это уже не дикое. Это уже слегка улучшенное. Ну, красота какая. День ангелов. Ну, художник есть художник. Чего вы хотите? А дальше поинтереснее будет. Сейчас увидите. А вот его картины пошли. Сразу предупреждаю. Он мне не полномачивал давать ни адреса, ни телефона. Вот. Он не садовод. Он не выращивает саженца на продажу. Хотя у него лучший сад в Саногорске. А садовод – это лучший регион для садоводства в России. Получается, он лучший в лучшем. Вот. Насаженцы не продает. А картины продает. Ну, в конце там Майдана. Если что, свяжу. Потому что из тысячи посмотревшие один может кто-то сказать. Хочу такую картину. Хочу эту сибирскую красоту. А у меня, я когда на это смотрю, у меня сердце замирает. Вот. Я вам сейчас все покажу. Все, которые, не все, но которые здесь, в этой папке. А с просадоводства тоже еще поговорим, поговорим, поговорим. Ребята. Вот она. Ой, я не развернул эту картину. Это плохо. Ничего. Успеваем. В нашем распоряжении 30 минут. А тут потом отключится эта камера. Ой, красота, да? Вот она, Сибирь. Посмотрите, как корни, это, пили с земли. Посмотрите, какая сила жизни. А мы все так все гробим, 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 гробим. И гробим. Видели? Дорого, а как? Дорого, здорово. Вот это вот. Многие считают, досталось, что это не осадочное. Породы, то все осталось, выветривание осталось от этих, от инопланетян. Знаете, почему так считается? Так думают. Некоторые находятся под таким углом, что они должны упасть, а они не падают. Вот не падают, а угол отрицательный. Должны упасть, а они не падают. А я, кстати, тоже видел речку, которая течет снизу вверх. Думайте, что хотите. Почему не изучают этот феномен? Снизу вверх течет. Причем, никакой ошибки, и никто с ума не сошел. Ну вот, пошли его супер яблоки. Дело в том, что на 30 моих сортов, или там 20, он мне подарил аппорт алматинский, аппорт кроваво-красный. И мы с ним в расчете. Вот это его, я так понимаю, внучок. А это персики от меня достались ему. То есть, два саженца превратились. Мои два саженца со временем. Он перевивальщик прекрасный, искусственник выросил. Прекрасный персиковый сад, который без всякого укрытия. Первые годы укрывал. Вот эти еще укрытые были, вот эти были укрытые. А потом уже все перестал укрывать. Один раз подмерзли капитально, но потом все-таки до конца не замерзли. Запоминайте, персик Хасанский. Снова картины, 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 картины. А вот наш герой дня. Вот Илья Дмитриевич. Он где-то мой сверстник, то есть, в итоге 30-70. Но кипучая энергия. Снова картины. Я говорю, ты бы мог стать профессиональным художником, садоводом, прекрасно зарабатывать, с твоими руками. Он говорит, я художник. Ну вот теперь попробуй заработай, когда твои картины почти, почти никому не нужны, Дмитриевич. Хотя они должны украшать, украшать, украшать. Вот. А это почти 450 грамм. Это аппорт, он латинский, скромненький. Вот они, скромненький. Вот, вот они, скромненький аппорт. Вот видите. Вот это уже, кстати, не аппорт. Вот. Я пытался вспомнить, что он сотворил с моими сортами. Вот это вот аппорт право-красный. Вот это. Вот он, 550 грамм. Нет, 540 грамм. Это на уровне рекордов. Я уже устроил шуточное соревнование. Уже несколько человек почти такие же яблоки. До 500 и до 520 грамм уже присылают. Это его дочка. Вот. Видите, красота какая-то. Что там на этом нарисовано? Сколько же там грамм-то? Ой, жалко-то как, не вижу. Ну, в общем, судя по зажигалке за 500. А это аппорт крово-красный. Вот они. А это он напрямую привез прямо из этого, с Казахстана. Тут им равных нет. Назарбайм-то что объявил. Ну и где эти настоящие аппорты? В Казахстане до того опустили, что аппорты еще исчезли. Это его жена. Это снова мои персики, но уже выращены прямо у него в саду. Видите? Вот. Несколько годами позже. Вот. Ну, это понятно, Антоновке. У него тут много чего имеется. Снова картина. А вот и он, красавец. Мужчина. Настоящий мужчина. Настоящий полковник. Если в садоводстве, то он уже генерал. Заслуженный художник в Хакасии. Значит, он и там генерал. Среди художников. Вот, видите, красота какая. Вот так вот. Это здорово. Здорово, здорово. Он мне картину подарил. Чем я горжусь. Жаль, что нам надо, чтобы достичь успеха, надо вначале помереть. А потом окажется, что и картины нужны, и новые сорта нужны. Надо вначале уйти в лучший мир. Так. Не устали смотреть-то? А я никогда не устаю. Видите, эту красоту я сейчас редко бываю в тайге. Вот хоть тут налюбуюсь. Как они умудряются это все нарисовать-то? Да, еще красивее, чем на самом-то деле. Не понимаю я. Я могу написать два кружочка и четыре палочки, и получится человечек. В чем разница, да? Между нами. Вот это наши места. Вот здесь наши сады. Вот это я не Сей, не ЖГС. Я же вижу. Вот. Вот так вот. Снова сад. Некоторые картины повторяются, но ничего. Было бы больше времени, я бы восстанавливался бы так. Но ничего, что повторяется. Так. Матерборд, шляпа сверху. Да, красота. Когда же мы в сад-то вернемся, уже скоро закончится. Папка. Все-таки художник побеждает. Все-таки... А вот есть. Сливы. Это мои эти самые. Сувениры Востока. Видите бабочку? В наших садах, которые мы не калечим, у нас практически гусениц не бывает. Последняя в моем саду обнаружена была в этом самом... 10 лет назад, во время съемок телевидения приезжала. Вот так, вот так, вот так. Вот так. Ага, посмотрите мои данные. Почему мои? Дело в том, что... Еще раз говорю, я неуполновочен. Вот я увеличил размеры. Если что, найдете мой сайт. Ну-ка, я сейчас на него нажму. Нажмется. Вот, найдете мой сайт. Вот мои телефоны. Свяжьте со мной. Если вам, правда, понадобятся эти, как их назвать-то, картины, то вы выйдете на него через меня. А теперь смотрите. Вот. Сколько тут всего. Вот новости. Школьный сад Кемерово из моих семечек. Финамент Садова-Сыногорск. Это мой рассказ, откуда взялось, потому что никто не верил. О великом боднере за мовым слово. Вот я нажал. Вот. Видите? Это все о нем. Вот. Это так важно помнить, 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 помнить. Вот. Такие дела. Ну ладно, еще у нас, оказывается, есть несколько минут. Я еще раз зайду туда на сайт. Кроме этого, есть каталог. Здесь кому нужны семена, семечки, косточки, а нет, вот тут вот по этим, по семенам. Это я, невольная реклама. 20-21 год. Есть учебные диски, есть книги, есть черенки, есть ленты на это самое. Есть книги, не только бумажные, но и электронные. Все здесь вот, здесь вот. Как найти сайт мой, потому что то, что я показал у Чернобаева, это только мы краешком задели наш Савенгольский феномен. А что такое основное, посмотрите. Вот. Это все, вот смотрите, это все фотографии за два года, видите. 16-17. Вот. Если бы каждую подробно рассматривать, то придется сбегать, мне остановиться, а вам сбегать за валидолом. Понимаете, о чем речь идет? Вам сбегать за валидолом. Это всего два года, это средние годы, 16-17. Это уже даже не вершина успеха. Некоторые деревья уже идут скоро на пенсию, они начинают мельчать. Поэтому это еще не самые крупные крупные, бывают и крупнее. Вот. Если вот так смотреть, смотреть, или все-таки за валидолом, ладно, будем надеяться, что у вас крепкие нервы. Вот так вот. Это мои персики, а это корреспондент сквостоярская статью писать приехала. Вот. Персики, персики, персики. Казалось бы, самые скромные мои эти, это сливы китайские. Они, казалось бы, самые скромные. Видите, а эти 30 лет, а мне достаточно было привезти и через два года вот это уже имеет с Украины. Зачем они 30 лет с 30-громовой сливой занимались? Чем она выдающаяся? Урал, это не самое морозное место. Хотя так, это все, что у меня пропадает, остается никаких уборок этого урожая, никаких граблей. Ау, караул, все это уничтожит дерево. Вранье сказки. Оставляйте вот так. Вот. Круговорот в природе. Много сортов груш, которые ни один ученый никогда не выведет, потому что я сам-то его случайно выгоню. Признаюсь откровенно. Персики, персики, персики. Вот. Даже ранеткам поклоняюсь. Видите? Даже ранеткам. Смотрите, красота какая. Видите, моя фамилия. 200, как их назвать, 200 сайтов. А у меня это все правда. У меня есть доказательства. Это все перефотографировано и перескопировано. Вот эти же фотографии на сайтах чужих. Вот. Эти же самые фотографии. Только у меня настоящий сад. А у них только рисунки, если нет. Те, кто не украл. Вот. На второй год по отношению персика. Сад-то настоящий. Вот. И мне сказали, давайте, Олег Анатольевич, логотип делайте, тогда не украдут. Поздно. Уже все наворовано до этого было. И теперь мои фотографии хватит на всю жизнь. Вот. Что тут скажешь? Гости, кстати, гости с университета. Что-то пытались, что-то рассказывал им. Вот. Еще осталось у меня 3 минуты. Это мы не собираем даже. Только на косточке, в смысле, на еду уже заелись. Слева желтый усуриск самая сладкая. Вот. Видели красоту эту? Вот она, вот она, вот. Иногда ночью снимаешь, получается гораздо лучше. Фотографии более нарядные получаются. Вот. осталось 3 минуты. Лада. Запросто можно принять ее за колонну. Поэтому и воруют. Колонн-то на свете нет ни одной. Кстати, могу вас шокировать, тоже успел заказать. Вот это бывшая лада. Видите, какие груши? Таких не бывает. Только у меня. Вот. Заказывайте колонновидные груши, заказывайте колонновидные персики, заказывайте колонновидные абрикосы, сливы, колонновидные вишни. Заказывайте. На планете Земля нет ни одной колонновидной груши, абрикоса, сливы, персика. Вот. Это мой сын, который занимается питомниководством. Теперь он выращивает саженцы, а я почти на пенсии. Семенские косточки это ко мне. Красота. Мелбас Канады. Ой, я уже заговариваюсь. Это новый сорт. Новый сорт. Квинти. У него две родины. Значит, Голландия и Канада. Вот она, Квинти. Кто еще может похвастаться? Ой, коста какая. Иногда мне кажется, что мне это все снится. Сейчас ущипну себя, у меня ранетки растут. Это все вот те два года. 16 и 17. С Украины привез вот эти, что получилось. Когда я сказал, лучше в Сибири, наверное, лучше в России. Соседям все, да со всех сторон свешивается к соседям. Никто не обижается. Никто. Вегетативные гибриды, которых нет на планете. Если есть у меня одно дерево, значит, это одно дерево на всю планету. И никакой очереди из ученых. Никакой. Вот. Ладно, мы свои могли вырастить. У них даже тут в голову не приходит. Сейчас перед вами урожай 30 ведер. Правда? Это только... Я плохой эпатограф. Вот. Видите, какая красота. Черешни пошли. Это мои клоуны. Вот он, мой последователь. Питомник, саженцы. Это к нему. На сайте есть все данные. Вот. Так. Ну что, все. Вот эти вот я с вами... А вы думаете, это все? Да. Вот это все? Вы думаете, это все? Посмотрите дальше. Вот. Все. Будем считать так. Осталась одна минута. Что вам хочу пожелать? Чтобы ваши дети вот так вот жили. Чтобы ваши внуки вот так вот жили. Вот. И самое главное, чтобы они навсегда забыли отравленные фрукты из магазина. Вся страна, все министры, даже Путин, все идет отравлено. Но они так привыкли к этому, что это норма. Вот. Давайте возвращайтесь. Здесь. Но это все черенок. Это все косточки подвойные, подвойные. И у вас получится саженцы уже готовые. Если по моей технологии. И дальше, оказывается, ничего не надо. У меня огромное количество со всей страны фотографий, писем, кто вырастет. Мои клоны, мои косточки. Вот. Все. Заканчивается съемка. Я бы еще поговорил. До свидания.